МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РД-пятёрка! АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня можем обойтись без Диснея, хотя, собственно, тема у нас такая. Спасатели вперёд! Сегодня у нас играют чемпионы многократные и призёры областного чемпионата по брейн-рингу за безопасность, который проводит Гомельское управление МЧС. Две чудные команды. Итак, справа от вас чуть-чуть в синих шарфах, нет, в жёлтых, в золотых аксельбантах. Команда лицея МЧС Саша Севрук, капитан. АПЛОДИСМЕНТЫ Работает с этими замечательными курсантами, просто ни на секунду от них не отходит. Помогает нам развиваться физически и интеллектуально майор Руслан Дедков. Спасибо ему. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа от меня, справа от меня, призёр последнего чемпионата, пока последнего чемпионата по брейн-рингу за безопасность, команда 58-го гимназии Александра Маркова. АПЛОДИСМЕНТЫ Работает с этими вот такими красивыми спасателями в объединении по интересам юные спасатели пожарные Вера Викторовна Шидловская. Спасибо ей. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а мы, как обычно, говорим спасибо телерадиокомпании Гомель и Гомельскому облсполкому, которые поддерживают, поддерживают и продолжают поддерживать нашу уникальную телевикторину для школьников. Итак, родит пятёрка, спасатели, вперёд, играем! АПЛОДИСМЕНТЫ Блеф-игра. Блеф-игра. Ну, вы знаете, что иногда нужно твёрдо сказать «да» или твёрдо сказать «нет». Вот так и попробуем сейчас. Итак, наша блеф-игра, наша Донетка, Александр Севрук. Кто у нас может твёрдо сказать «да»? Твёрдо может сказать «да» в нашей команде Алексей Гуринович. Итак, Алексей, готовьтесь. Александра. В нашей команде скажет твёрдо «да» Илья. Алексей против Ильи. Вперёд! АПЛОДИСМЕНТЫ Начнём. Начнём. Верите ли вы, что положение о Министерстве чрезвычайных ситуаций было принято Национальным собранием Республики Беларусь? Прошу. Верю. Верите? Нет, 19 января подписал указ о образовании МЧС лично президент Беларуси Александр Лукашенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Пока 0-0 играем. Верите ли вы, что пожарные в шутку называют первым поджигателем Прометея? АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу. Да. Да, конечно, и первые пять очков Илья приносит своей команде. Играем. Верите ли вы, что Пушкин в поэме «Медный всадник» описал пожар в Петербурге? АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу. Нет. А что он описал? Наводнение. Наводнение. Отличный ответ. Отлично. Верите ли вы, что разлившуюся арту, например, градусник упал, разбился, нельзя собирать пылесосом? Прошу. Да, верю. Конечно, ни в коем случае не собирайте пылесосом. А может, знаете, как ее собирать? Ну, нужно взять перчатки и собрать ее в какую-то емкость. Закрывающуюся. Отлично. И я заканчиваю. Верите ли вы, что в оздоровительных лагерях тренировки по эвакуации проводятся каждую неделю. Прошу. Да, верю. Не жили вы в оздоровительных лагерях. На самом деле, раз в смену. Вот смена заехала, потренировали ее, как нужно бежать к спасательным выходам и так далее, и так далее. Итак, после блеф игры 5-10 спасателей с 58-й впереди. Лицей на 5 очков всего отстает. Хорошо, начали дуэль-игра спасателей. Вперед! Итак, лицей против спасателей 58-й гимназии. Дуэль-игра. Внимание, прослушайте темы пяти наших боев. Итак, первый бой. Внимание! Второй бой, ну, самый простой азбучный. Азбука безопасности. Третий бой. Чрезвычайные ситуации в литературе. Четвертый бой. Лайфхаки МЧС. И пятый бой. Детские загадки. Вот у вас 5 секунд, чтобы решить то, какую тему на себя готов взять. Вперед! Быстро решили. Ну что ж, спасатели этим и славны. Быстро принимать решения, быстро действовать и побеждать. Итак, внимание, Александр Севрук, капитан команды лицея МЧС. Кто сейчас ответит на сигнал «Внимание»? Отвечу я. Прекрасно. Александра, спасатели. Самый внимательный участник в нашей команде – Анна. Итак, Александр против Анны. Вперед! Начнем. Этот звук означает сигнал «Внимание всем». Александр? Сирена. Да, длительная сирена, и это означает, ребятушки, «Внимание». Пять очков, сравняли счет. Играем. Это нужно сделать, услышав сигнал «Внимание всем». Анна? Выйти с помещения. Ой, что вы. Александр? Включить телевизор или радио. И услышать, что вам говорит гражданская оборона или другие подразделения МЧС. Отлично, Саша. Играем. Его объявляют при угрозе сильного-сильного ветра. Прошу. Штормового предупреждения. Блестящий ответ. Ну, бытовое. Такой приемник нужно приготовить, чтобы слушать сообщения во время чрезвычайной ситуации. И в ноль выжил Александр. Не дает ни единого шанса Анне. Автономный на батарейках. Прекрасно, да, именно так. Потому что вдруг не будет света, компьютер не включишь, телефон разрядился. А вот приемник на батарейках может вам помочь услышать какое-то чрезвычайное сообщение и спасти вам жизнь. И последний вопрос темы. Эти три слова звучат, когда угроза воздушной тревоги миновала. Отбой воздушной тревоги. Пять из пяти. Двадцать пять очков. Александр Севрук, комитет команды лицея. Даже Анна аплодирует вам. Тридцать десять лицея МЧС впереди. Следующий бой вперед. Александр Севрук, комитет лицеистов, вывел свою команду вперед. Чем ответит гимназия, чем ответят наши юные спасатели пожарные. Азбука безопасности. Кто знает все азбучные истины у вас, Саша? Все азбучные истины в нашей команде знает Алексей. Прекрасно. Александра у вас. В этот бой пойдет Анастасия. Прекрасно. Итак, Алексей против Анастасии. Вперед! Пробуем. Итак, азбука безопасности. Оставленные в транспорте сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы. А что с ними нельзя делать? Прошу. Подходить к ним, открывать. Трогать, да, перемещать. Ни в коем случае этим должны заниматься только специалисты. Отлично, играем. Знающие люди не советуют приближаться к собаке, на которой нет. Фальстарт, фальстарт. За этим очень строго следит наш электронный судья. Прошу вас, Алексей. Намордника. Намордника, конечно же. Любая небездомная собака на прогулке должна идти на поводке и в наморднике рядом с хозяином. Вот бежит без намордника, значит, это плохая. Это неправильная собака, о ней нужно сообщить, куда следует. Играем. Для этого летом иногда запрещают посещение лесов. Фальстарт у вас. Теперь, Алексей, есть шанс. Сильная жара. Сильная жара. Да нет, дело в том, что лето – это, скажем так, угрожаемый период, когда велика возможность пожаров. Вот чтобы неорганизованно не ходили и случайно там не устроили огромный лесной пожар, и запрещают посещение лесов. Теперь вы это знаете. Играем. Чтобы сократить до минимума вероятность укуса ядовитой змеи, нужно считать ядовитой какую змею? Прошу. Любую. Отличный ответ, да. Любая змея лучше посчитать ядовитой. Играем. Клещи наиболее активны в это время дня. Ну. В жаркое время дня. В жаркое. Вот, кстати, жаркое и солнечное они очень не любят. В темное время дня, вечером. Или утром, да. Хорошо, немножко замысловато. Сказала, но демея правильно. Они любят тень, они любят прохладу, они любят влажные места. Вот почему утром и вечером нужно защищаться от клещей при посещении лесов. Теперь вы это хорошо усвоили. 40-20. По-прежнему впереди лицей. Но ничего, еще не вечер. Вперед, следующий бой. АПЛОДИСМЕНТЫ О, хорошо. Хорошо болеет студия лицей. Чрезвычайные ситуации в литературе. Кто готов, кто грамотный, кто любит читать? Читать в нашей команде любит Сергей. Сережа, хорошо. Вот такое у него начитанное лицо. Сейчас. Хорошо. Александра. Пойду я. Прекрасный Сергей против Александры. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Старый Мазай спасал от наводнения их. АПЛОДИСМЕНТЫ Он спасал зайцев. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Так что Старый Мазай, герой Некрасова, такой же спасатель, как и вы. Старушка во время ледохода, Голуби на пожаре, Утопающий Вася Бородин, Спасатели назовите. АПЛОДИСМЕНТЫ Дороти не спряталась в защищенное убежище, Поэтому он и унес ее в страну ОЗ. Да. Ветер. Ветер не согласен. Не каждый ветер сможет унести убивающий домик. Прошу. Ее унес ураган. Ураган – это вот отличный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Что ветер? Дудул и все. А так подняла и сбросила, куда положено. Играем. Во время этого стихийного бедствия в книге о Маугли объявлялось водяное перемирие. Прошу, Александра. Это засуха. Прекрасно. Мы с тобой одной крови, ты и я. Бабочка, бабочка, в стихотворении путаница спасла фауну этого природного объекта. Прошу. Она спасла от пожара океан. Так, океан море засчитано. Прекрасно. Ужасные вещи творились. Выбежал из моря кит и так далее, и так далее. Но когда потушила, все вернулось на круги своя. Александра. Вот чувствуется, капитан. Вышел, сказал свое веское слово. 45-40. Сократили разрыв до одной пятерочки. Следующий бой. Вперед. Следующий бой наш лайфхаки МЧС. Ну, такие добрые советы на все случаи безопасной жизни. Александр, кто у вас разбирается в лайфхаках? В лайфхаках у нас разбирается Алексей Пикус. Хорошо, Алексей Пикус. Александра, у вас? В нашей команде лайфхаки любит Илья. Алексей против Ильи. Вперед. Итак, лайфхаки МЧС. Отправляясь в лес, обязательно проверьте зарядку телефона и загрузите в него это приложение. Прошу. Карты, навигатор. Карты, навигатор. Принимается. А если загрузите и то, и другое, вообще будете молодцы. Если вы владелец загородного дома, ну, или живете в загородном доме, то учтите, на 30% увеличивается опасность пожара в связи с этим. Да. Печь. Печь или камин. Прекрасно. Так что будьте внимательны и осторожны. Советуют. Во время пожара в квартире не рискуйте жизнью, спасая... А что спасая? Домашних питомцев. Увы, я не могу принять у вас такой жестокий ответ. Прошу вас, Алексей. Ценности, драгоценные вещи. Да, вот бросайте имущество. Ну, можете любимого котика подхватить под мышку, если успеваете. А вот, а если вы поедете в сейф, будете там накручивать диски, вытаскивать мамины бриллианты, ну, вот сгорите вместе с котиком. А так хотя бы котик останется жив. Играем. Шанс не удержать равновесие на льду, как говорят, увеличивается пропорционально с высотой вашего чего? Прошу. Роста. Да ничего подобного. Да, я понимаю, что при высоком росте ценных тяжести выше. Но это касается женщин, в общем-то. Каблук? Да. Чем выше каблук, тем больше шанс, что дама не удержится на скользкой поверхности. Так что, дорогие женщины, носите зимой что-нибудь такое более народное. Например, валенки. Играем. В случае пожара в квартире еще небольшой огонек можно потушить песком или землей. А где их взять? В коридоре, в общем, ну, стоят такие ящики. А вот придется засчитать-то, да. Потому что в новых зданиях, в самом деле, в общих коридорах стоят ящики пожарные с песком. Ну, а еще проще, вот где найти в квартире? Я засчитал. Цветочный горшок. Да, еще ближе к цветочным горшок. Великолепный ответ, профессиональный. Привет. Муровец, вы наш. 55-55 равный счет, равная игра. Вперед. Итак, лицеев против гимназии, спасатели. Вперед. Последний бой дуэль игры. Детские загадки. Я знаю, кого догадываюсь, вернее, кого Александр Севрук отправит отгадывать. Кого? Детские загадки у нас знает Илья. Илья, готовьтесь. Александра? Профессионал детских загадок Яна. Отлично. Итак, Илья против Яны. Вперед. Да. Ой. Какая фрилесть. Загадочки простенькие. Когда бензин горит отменно, его легко затушит... Земля. Земля. Янина, может, вы? Не знаю. Итак, когда бензин горит отменно, его легко затушит пена. В рифму играем. Ну, тут без рифмы сразу. Загадочка. Летала мошка, сосновая ножка, на сток села, все, сено съела. Янина? Искра. Искра. Ну, где же ты видела у искры сосновую ножку? Может, Илья догадается? Саранча. Саранча. Да, ну, в принципе, да. Саранча может налететь и слопать весь сток. Но это же загадка, а не биологический какой-то факт. Это загадка о спичке. Все просто. С острием железным, с загнутым крюком, инвентарь пожарный. Вам им не знаком? Фальстарт, фальстарт, Ильи. Очень строго за этим следит наш электронный судья. Янина? Серп. Серп, пожарный инвентарь. А еще есть пожарный инвентарь молот. И пожарный изображается, поэтому с серпом и молотом. На самом деле, с острием, с загнутым крюком, это пожарный богор, который висит на элементарном пожарном щите. Теперь вы это знаете. Вот старая устаревшая загадка. Висит, молчит, перевернешь, шипит. Огнетушитель. Да, конечно. Правда, загадка устаревшая, ее современная, к сожалению, не нужно переворачивать. И главное, правильно, выдернуть чеку и правильно включить. Ну и направить, естественно, на огонь раструбку. И опять в рифму. Победит огонь коварный тот, кого зовут. Пожарный. Пожарный, это правильный ответ. 60-60. Ровный счет, ровная игра. У нас тест. Вперед, спасатели! Пожарный, это правильный ответ. Лицей МЧС против пищеварной гимназии. Пожарный, это правильный ответ. Пожарный, это правильный ответ. Специальная игра за безопасность. Тест-игра у нас такая противопожарная. Кто отварится выйти на бой с тестом? Лучше всех решает тесты в нашей команде Алексей Пикус. Хорошо, Алексей. Жду вас. На бой отважится пойти Анна. Итак, Алексей против Анны, вперед! Начнем. Сто лет назад пожары на нефтепромыслах в Баку тушили А. Квасом, Б. Пивом, С. Водкой. Квасом. Квасом, понятно. Пивом. А почему? Ну, потому что пена была, и на основе его потом сделали огнетушкой. Отлично, молодец! Алексей поднял пять очков на подборе, великолепно. Ну, а Анна выиграла кнопку. Основу кинологического отряда МЧС белорусского, ну, там, где собаки, составляют А. Сен-Бернары, Б. Ротвейлеры и Ц. Лабрадоры. Лабрадоры. Это правильный ответ, кстати, на одном из европейских языков лабрадор происходит от слова «труженик». Труженики беззаветные. Играем. Десять очков, кстати, поднял, молодец. В зданиях низкой огнестойкости разрешается проведение массовых мероприятий. А. На первом этаже, Б. На втором этаже и Ц. На прилегающей площадке. Прошу. На прилегающей площадке. Да ничего подобного. А, на у вас есть шанс? На первом этаже. На первом этаже, конечно! На прилегающих площадках никто и никогда не запретит проводить массовые мероприятия, ну разве что только во время штабового предупреждения. Молодец! Пять очков на подборе взяла. Играем. Захлёстывать кромку огня в лесу нужно ветками. А. Лиственных деревьев. Б. Хвойных деревьев. И Ц. Любых деревьев, но главное, чтобы хорошо просушенные. Прошу. Каких деревьев? Б. Б. Хвойных деревьев. Алексей? Лиственных. Почему? Потому что хвойные деревья содержат смолу, смола легко воспламеняется. Профессионал. И заканчиваем. Минимально накапливают радионуклиды. А. Рыжики. Б. Лисички. Ц. Маслята. Прошу. Маслята. Вот как раз наоборот, маслята очень хорошо набирают стронций, цезий и прочее. Прошу вас. Лисички. Лисички – это правильный ответ. Жёлтенькие лисички практически безопасны в радиационном отношении. Алексей Пикус показал класс 80-70. Лице МЧС впереди. Спасатели, вперёд! АПЛОДИСМЕНТЫ Тема у нас пожарный инвентарь. Саш, кто у нас справится с любым пожарным щитом? С любым пожарным щитом справится Сергей Сидоркин. Отлично, Сергей. Внимание, Багор готовьте свой. Хватать правильные ответы. Александра. В бой вступает Анастасия. Итак, Сергей Сидоркин против Анастасии. Вперёд! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего жать не нужно. Смотрим просто на экран и называем, собственно, то, что видим. По очереди начинаем с выигрывающей пока команды лицей. Прошу вас. О, вот тут нужно под... Тихо, 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 тихо. Что ж перед вами такое? Традиционно первый вопрос самый сложный. Ну, Сережа? Нет? Нет, понятно. Может быть, вы? Настя? Не? Не угадывайте. Так, вот заде есть лямочки. Вот сюда заливается водичка. Вот ствол, грубо говоря, помповый. Это ранцевый огнедушитель. С такими огнедушителями сбрасывают спасателей на лесные пожары. Теперь вы это знаете, теперь вы его узнали. Гнастя, играем с вами. Поехали. Пожарный рукав. Пожарный рукав грамотно назвала. И 15 копных векла команде. Сережа, с вами. Ящик с песком. Да, ну, убрали надпись песок, потому что если бы она там была, это уже полная сдача. А так, Сережа сам догадался. Вот на досуге он к этому ящику припишет песок. Настя? Пожарный щит. Вот тот самый пожарный щит страшный, пресняшный. А вот на нем, кстати, багор вверху. Теперь вы его узнали. Сергей? Как же эта штука называется? Пожарный гидрант. Отлично, пожарный гидрант. Кстати, на зданиях, иногда на ограждениях каких-то, даже на асфальте, стрелочка, цифра, ПГ, пожарный гидрант и расстояние в метро, где к нему можно подключиться. Теперь вы это знаете. Настя с вами. Кислородная маска. Ну, это для летчика. Противогаз. Да, вот это именно, да, кислородный изолирующий противогаз. Вы правы. Принимается. Для вас. Респиратор. Ой, нет, это не респиратор, увы, увы. Есть другое очень точное название. Прошу. Ну что, спасатели, вперед. Вот эта штука называется самоспасатель. Теперь вы это знаете. Для, собственно, спасения себя без разнообразных противогазов. Ну, они обязаны быть в каждом учебном заведении. Во время пожара надеваешь и побежал. Играем. АПИ. Автономный пожарный извещатель. Молодец. Окей. Багор. Во как! Всего с третьего раза уже узнаем. Поехали. Пожарное ведро. Все. 125 лица МЧС. 145 спасателей пожарной 58-й гимназии. Вперед! Риск игра. Итак, риск игра единственная игра, на которой у нас можно заработать штраф. Но зато и добыча 20 очков за каждый правильный ответ. Я следил за командой. Александр Севрук, капитан, выходил, по-моему, всего один раз. И, наверное, для того, чтобы в последний бой пойти самому. Так точно. Вольно. Александр Маркова, капитан спасателей пожарных 58-й гимназии. По-моему, с вами та же самая ситуация. Да. Капитанский бой. Вперед! Тема риска игры повторяет тема игры дуэльной. Первая тема – внимание. Этот сигнал, по идее, должны были подать к Беларуси в апреле 1986 года. Сигнал, внимание всем. А потом, более точно. Сирена. Нет. А вот после этого сигнала, какой именно? Апрель 1986 года. Вопрос сложный. Апрель 1986 года – это авария на АЭС. Значит, сигнал, внимание всем, эвакуация. Не могу принять. Александр, будете жать? Не будете. 125. А, будете все-таки. Три. Будете жать? Ну, прошу. Радиационная опасность. Отличный ответ. Да. Браво, Александр. Браво. И счет у нас сменился. 145-125. Азбука безопасности. Первая помощь при ожоге – поместить обожженное место. А куда? Прошу. Поместить в холодную воду. Ну, отлично. Равный счет. Кстати, не только при термическом ожоге, при химическом. Тот же самый метод под струю холодной воды на несколько минут, чтобы смыть, чтобы охладить и так далее, и так далее. Ну, а потом уже к врачу. Равный счет играем. Чрезвычайная ситуация в литературе. Она, вот беда, вместо топочного листа постелила у печки персидский ковер, за что и поплатилась, собственно, всем своим добром. Прошу. Кошка. Да, Кошкин дом погорелся всем добром. Кладите топочный лист возле устья печки. 165-145. Играем. Лайфхаки МЧС. Лучшее место для новогодней елки – это место отбывания наказания. А именно. В углу. Да, куда непослушных детей ставят, туда и елку. Равный счет 165-165 и решающий вопрос. Но тут уже детский вопрос, детские загадки. Лезет в пламя на пролом инвентарь пожарный… Лом. Лезет в пламя на пролом инвентарь пожарный… Саша, против лома нет приема. Победа! Игра равная, игра красивая. Ну и самое главное, узнали очень много нового и повторили очень много замечательных вещей, касающихся нашей с вами безопасности. Так что на этот раз смотрим «Эрудит пятерку» и вы в безопасности. Ну и заодно получаем десятки. Играем! Субтитры подогнал «Симон»!